Респект, Чехия, страна трудных решений. Тамаш Бролик. Респект, Чехия. 1 мая 2019 года. В умеренном поясе трудно найти край, где начало весны обладает каким-то особым очарованием. Молдавия не исключение. Степная трава на множестве невысоких холмов там еще вытравлена зимними морозами, а почва под ней размочена и болотиста. Желто-коричневую хлюпающую землю прорезают разбитые дороги, которые соединяют похожие друг на друга деревни и городки. Везде есть разрушенный завод на окраине, церковь с блестящими золоченными куполами посредине, а вокруг стоят низенькие одноэтажные домики, покосившиеся, как будто невидимая сила придавливает их к земле. Стены у них серые или бледно-голубые, а в огородах, постепенно разрушающиеся остовые автомобили и остатки другой техники и инструментов, которые еще могли бы когда-нибудь пригодиться. Железо борется за место с пока еще голыми деревьями и кустами. Из одинаковой неприглядной массы жилья лишь иногда проглядывают ярко-оранжевая штукатурка, отремонтированная кровля, белые пластиковые окна, а еще реже – красивые ворота. Как правило, это означает только одно – член семьи, которая тут проживает, регулярно присылает часть своего заработка из-за границы – Италии, России, Франции, Германии, Великобритании или Канады. Этого хватает, чтобы те, кто пока остается дома, купили продуктов, одежду и все необходимое, и у них еще остались деньги на ремонт скромного домишки. Официально в Молдавии проживает более трех миллионов человек. На самом же деле – в два раза меньше. Вторая половина людей живет и работает за рубежом. Уезжают трудоспособные взрослые, которые либо берут своих детей с собой, либо оставляют их дома до тех пор, пока не появится возможности их перевезти. По оценкам, каждый день Молдавию покидают 300 человек, и большая часть из них никогда не вернется. Страна пустеет. У серьезной проблемы просто новый, немного сбивающий с толку, облик. Трудное, но самое лучшее решение Виорика Мамалыга – веселая молодая женщина. Каждый раз когда пошутит, а делает она это часто, она на минуту замолкает, сбивая с толку слушателя, и только потом заливается хохотом. На этой неделе минуты молчания затягиваются чуть дольше, чем прежде. Сегодня четверг, а в воскресенье ее муж уехал работать на полгода. Так семья Мамалыг живет уже несколько лет. Муж работает на протяжении шести месяцев в Западной Европе. Часть денег экономит и отправляет семье домой. Полгода он проводит дома. Уже в третий раз он уезжает в Ирландию, где работает на Скотобайне. Жизнь и работа там ему нравятся. 29-летний Виорика остается дома с пятилетним сыном Корнелием и 60-летней матерью в Ворничине, селе в получасе езды на машине от столицы Кишинева. Это трудное, но на данный момент самое лучшее решение, говорит, пожимая плечами. Черноволосая женщина, а потом опять громко обращается к матери, которая помогает печь булочки. В Ворничине она живет круглый год по нескольким причинам. Она не хочет оставлять тут мать, потому что после ее отъезда она останется совсем одна. Брат Виорики тоже уехал и возвращается в Молдавию очень редко, за что сестра его корит. Оба ее зятя тоже уехали за границу. Немаловажно и то, что в Ворничине у Виорики Мамалыги есть работа. В местной администрации она занимается тем, что на чиновничьем сленге называется развитием поселка. Она находит книги для местной библиотеки, технику для уборки снега с улицы инвесторов, которые готовы открыть в Ворничине какое-нибудь малое предприятие. Она привлекает односельчан к участию в жизни поселка, чтобы их активность проявлялась не только в день выборов. Моя работа – делать все для того, чтобы тут остался хоть кто-то, говорит Виорика Мамалыга. Успехи у нее относительные. За последние 10 лет из района, где находится Ворничинь, уехали 40% людей, и процесс не прекращается. В округе нет работы, а та, которая тут есть, плохо оплачивается. На одну зарплату Виорика не смогла бы прокормить себя, сына и мать, поэтому семья полагается на деньги, которые муж присылает из Ирландии. Когда Виорика Мамалыга идет по поселку с сыном, она с каждым здоровается и жалеет, что в конце февраля бессмысленно показывать гостям самую главную местную достопримечательность – старый лес, который пока стоит голый. Это еще одна причина, по которой я остаюсь здесь. Мне здесь нравится. Это мой дом. Ужасно видеть, как он постепенно пустеет, говорит Виорика Мамалыга. Она хочет остаться дома и сделать все для того, чтобы остались остальные. Но она понимает, что ее будущее – в Ирландии. Постепенно становится ясно, что эта жизнь дома – явление временное. Ее место в администрации существует только благодаря программе Европейского Союза по развитию. Когда ее матери не станет, Виорика останется с сыном в постепенно пустеющем поселке одна. И у нее будет два варианта. Либо принципиально изменится молдавская политика, и это даст надежду на то, что тут стоит что-то предпринимать. Но вряд ли это случится. Либо я уеду к мужу в Ирландию работать, в страну, где хорошо живется и где школа для наших детей лучше, говорит Виорика. Это будет трудно, но самое лучшее решение. Так она описывает будущий отъезд из города, в котором сейчас пытается поддержать жизнь. Прощай, деревни-люди начали уезжать в конце 90-х годов. После распада Советского Союза Молдавия погрузилась в глубокий экономический кризис, который сделал ее самой бедной страной Европы. Тем не менее мы еще долго думали, что дома плохо, а за границей еще хуже, вспоминает Сильвия Биченко, которая сейчас, уже поработав и в бизнесе, и в государственном управлении в Молдавии и за рубежом, возглавляет местное отделение чешской неправительственной организации «Человек в беде». Сначала первые люди решились уехать на работу в Румынию, а потом поехали еще дальше, в Центральную и Западную Европу. И оказалось, что дома плохо, а за границей лучше, говорит она. Так поднялась первая волна эмигрантов. Тогда уезжали в основном 30-летние. Сначала их целью было только заработать денег, и нередко они работали нелегально, планируя потом вернуться домой. Зачастую они оставляли детей на попечение бабушек и дедушек или других родственников. Однако возвращаться было непросто. Большинство семей попало в зависимости от денег, заработанных за границей. Только благодаря им можно было как-то нормально жить, объясняет Биченко. Поэтому с середины двухтысячных уезжает и молодежь. После средней школы, колледжей и университетов, они едут в ЕС или в Россию, в основном в Москву и ее окрестности. Из них уже почти никто не хочет возвращаться. Со здешними местами их уже ничего не связывает, говорит на беглом английском языке солидная 40-летняя женщина. Массовая эмиграция и тот факт, что эмигранты не забывают своих родственников и отправляют им деньги, создают парадоксальную ситуацию. На бумаге в Молдавии проживает почти в два раза больше людей, чем на самом деле. По официальной статистике, уровень безработицы незначителен, но все потому, что значительная часть трудоспособного населения не проживает в стране. Молдавия может похвастаться достойным экономическим ростом, но до 25% молдавского ВВП составляют денежные переводы, суммы, которые в страну отправляют эмигранты. По данным Всемирного банка, это почти мировой рекорд. В полумиллионном Кишиневе, столице Молдавии, на первый взгляд, ничего об этом не говорит. С наступлением темноты его улицы пустят, но вообще он почти ничем не отличается от других крупных городов постсоветского мира. На главном бульваре, обрамленном помпезными зданиями 50-х годов, работают магазины дорогих модных брендов, а из-за плотного потока машин перейти бульвар очень трудно. На окраинах города возвышаются строительные экраны, и увеличивается жилой фонд. Кишинев выживет. Тут много работы, и город привлекает людей, которые не хотят или по какой-то причине не могут покинуть страну. Выживут Кишинев и несколько крупных городов. Остальная страна опустеет в ближайшем будущем, предсказывает Биченко. Что там? Диана Райлиану, 39 лет, хорошо знает и Кишинев, и провинцию. Она выросла в Дрокии, райцентре на севере страны, отучилась и несколько лет работала в столице. Также хорошо ей знакома Итальянская Венеция, и по ее обходным путям, где каждый турист, пытаясь обойти переполненные улицы, неизбежно натыкается на каналы и тупики, где она ходит с уверенностью местных. Она живет в Венеции уже два года, а до этого провела семь лет в Бельгии. Я уехала не потому, что у меня не было выхода. Кишинева мне было мало, и я знала, что способна на большие, говорит элегантно одетая женщина, которая описывает свою жизнь подробно и предметно, как человек, который знает, чего хочет и добивается этого. Она долго думала об отъезде, но со знанием английского и итальянского языка ей было проще, чем большинству граждан. Наконец, она приняла решение, когда ее парень получил предложение о работе за границей. Они переехали в бельгийский Льеш. Она не собиралась соответствовать стереотипам о восточноевропейских иммигрантах, которые зарабатывают низкоквалифицированным трудом. В Бельгии она нашла работу в компании, которая занимается логистикой для модных бутиков. Теперь она представляет эту компанию в Венеции. Диана довольна своей жизнью в Италии. На ее пути нет никаких административных препятствий. Как и многие молдаване, у нее есть румынский паспорт. Эти две страны исторически связаны, и в них говорят на одном языке. Поэтому в ЕС она просто его гражданка, работающая в одной из стран-членов. Решение уехать она приняла ради себя, а также ради своих родителей, проживающих в Дроке. Так она может помогать им деньгами. Даже по прошествии десяти лет за рубежом, Диана не забыла свой дом и навещает семью 4-5 раз в год. Диана задается вопросом, правильно ли, что такие люди, как она, которые без труда заработали бы себе на жизнь в Молдавии, массово уезжают из страны. Официальная молдавская статистика приводит удовлетворительные цифры, и точно так же внешне удовлетворительно выглядит молдавское правительство. Оно откровенно проевропейское и как минимум на словах стремится к функционирующему и прозрачному правовому государству по образцу ЕС. Куда? Кстати, вот уже 10 лет движется Молдавия. В Кишиневе на административных зданиях развивается, пожалуй, больше сини-желтых флагов, чем в какой-нибудь столице Европейского Союза. Прозападные политики пришли к власти в 2009 году после бурных протестов из-за подозрений в фальсификации выборов. Они положили конец восьмилетнему правлению Коммунистической партии. Повторные выборы завершились победой проевропейской коалиции с небольшим отрывом. На какое-то время коалиция дала своим гражданам надежды и превратилась в любимцы евросоюзных политиков. Однако репутацию коалиции разрушили коррупционные скандалы, наиболее резонансные из которых случился в 2014 году. В Молдавии эта история известна как дело одного миллиарда. Тогда из банковской системы страны исчез миллиард американских долларов, сумма, соответствующая третьи годовых поступлений в государственный бюджет. Существуют обоснованные подозрения, что к афере причастна правительственная демократическая партия, которой руководит Владимир Плохотнюк, олигарх и самый влиятельный человек в стране. За последние два года уже даже Евросоюз разочаровался в молдавском правительстве и поэтому значительно ограничил прежде щедрую финансовую помощь. Отъезд такого количества людей, наиболее активной части населения, очень меняет страну. По данным ООН о разных странах мира, Молдавия является наименее развитым государством континента и еле-еле дотягивает до развивающихся стран. Все тормозит патовая политическая ситуация. Единственной оппозицией нынешнему правительству являются социалисты действующего президента Игоря Дадона. Его партия, испытывающая постсоветскую ностальгию, ориентируется на Москву. В стране, где чуть больше половины граждан видят свое будущее с Западом, шансов у социалистов на большой успех нет. Недавно на выборах определенного успеха добилась и новая протестная и проевропейская партия АЧУМ. Однако она недостаточно настолько, чтобы преодолеть монополию двух сильнейших партий. Я отказалась бы от чего угодно в своей нынешней жизни, если бы знала, что это не будет напрасной жертвой. Но пока себе и своим родителям я полезнее тут, говорит Диана Райлиану. Мы стараемся, но кое-кто все-таки возвращается. У тех, кто хочет в Центральной Молдавии искупаться, есть два варианта. Либо поехать в столицу Кишинев, либо отправиться во второй крупнейший город страны Бельцы, который находится в двух часах езды на машине. Там проживает более 100 тысяч человек. В других местах открытых бассейнов нет. Правда, нынешним летом появится новая возможность. На окраине небольшого города Сен-Жири строят небольшой бассейн. Вместе со своим мужем его строительством занимается хрупкая черноволосая девушка Вероника Черногал. В родной Сен-Жири она вернулась три года назад и до сих пор сидела дома с сыном. Шесть лет она прожила в итальянском Турине, где работала в кондитерской и в спортивном магазине. Там она познакомилась со своим мужем. Вместе на год они переехали во Францию, а потом вернулись в Молдавию. Целеустремленная 30-летняя женщина смотрит на свою жизнь, на свой город и свой бассейн без сантиментов. Решение вернуться домой далось семье нелегко. Муж, который на несколько лет ее старше, провел на строительных работах в Западной Европе по жизни и уже просто не мог и не хотел продолжать, как говорит Вероника Черногал. Она с ее экономическим образованием могла бы остаться во Франции или Италии еще на какое-то время, но решила вернуться домой и попробовать что-то там предпринять. В результате началась стройка, которая уже почти закончена, и в июне бассейн наполнится водой. Супруги надеются, что у них появятся клиенты. На идею мужа они потратили все свои сбережения и еще взяли кредит. В руках Вероника Черногал держит план, согласно которому расходы должны окупиться через шесть лет, а потом бассейн начнет приносить доход. Довольно ли я? Я еще не знаю. Не знаю, чем это кончится. Но я горда, потому что уже понятно, что мы доведем дело до конца, говорит она, стоя у края пока пустого бассейна. Мы стараемся. Раз уж мы тут, больше делать нечего. Ей придется нелегко. По международным оценкам, в Молдавии вести бизнес труднее всего в Европе, так же, как в африканских или латиноамериканских странах. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.